Костенки. Село на правом берегу Дона в Хохольском районе Воронежской области. Административный центр Костенского сельского поселения. Всемирно знаменито открытыми здесь палеолитическими стоянками древнего человека, сохранением которых занимается местный музей-заповедник Костенки. В 1642 году на берегу Дона сын Боярский Богдан Канинский заложил город Костенск. Это была бревенчатая крепость с деревянной же Покровской церковью. В 1682 году возводится соборный храм во имя Иоанна Предтечи. Наиболее старинное здание в Костенках – сельское управо и почта XIX века. С меловых холмов открывается вид на озеро Погонова и другие старичные озера Левобережья. Костенки признаются богатейшим в России местом сосредоточения стоянок ранних людей современного типа. Здесь на территории около 10 квадратных километров открыто свыше 60 стоянок. Датируемых от 37 до 18 тысяч лет назад. Верхний Палеолит. Найдены многочисленные предметы украшений, произведения искусства, небольшие скульптурные изображения животных и всемирно известные женские статуэтки. Так называемые Палеолитические Венеры. Находясь в Воронеже на строительстве флота в апреле 1696 года, Петр I услышал, что около Костенка находят исполинские кости. После этого им был отправлен в город для сбора сведений солдат преображенского полка Филимон Катасонов. Этот год можно считать началом археологических исследований в районе Воронежа. В действительности археологические раскопки проводятся не только в Костенках, но и в соседнем Борщево. Оба этих населенных пункта относятся к Хохольскому району Воронежской области. Снова немного окунемся в историю раскопок. В 1703 году сопровождавший Петра I голланец де Бруин пишет следующее. «В местности, в которой мы были, к великому удивлению нашему, нашли много слоновых зубов, из которых я сохранил один у себя, ради любопытства. Но не могу понять, каким образом зубы эти могли попасть сюда. Правда, государь рассказывал нам, что Александр Великий, проходя этой рекой, как уверяют некоторые историки, доходил до небольшого города Костенска, находящегося в верстах восьми отсюда. И что очень могло быть, что в то самое время пало тут несколько слонов, остатки которых и находятся здесь еще и поныне». Позднее о Костенках пишет Гмелин С.Г., упоминая о находках в книге «Путешествия по России» 1768 года. Как я уже говорил выше, первую стоянку нашел Поляков И.С. Однако его поиски были по большей части бессистемными, и дальнейшее развитие раскопок связано с именами Петра Петровича Ефименко и Александра Николаевича Рогачева. Последний решил не только раскопать стоянку, но и сохранить ее. В 1717 году Петр I писал в Воронеж Азовскому вице-губернатору Колычеву. До 1725 года Воронеж был административным центром Азовской губернии, что повелевает в Костенске и других городах и уездах губернии приискивать великих костей как человеческих, так и слоновых и всяких других необыкновенных. Многие из находимых в Костенках костей Петр I вытребовал в Санкт-Петербургскую свою кунсткамеру. В 1791 году в Костенках была построена Каменная Покровская церковь. В 1879 году профессор Петербургского университета Иван Семенович Поляков открыл стоянку Костенки-1. Он из первого же заложенного шурфа излег кремниевые орудия труда, наконечники копий и другие предметы, подтверждающие существование людей в этих местах много веков назад. Почти с той поры петербургские ученые задают тон в изучении этого памятника. В 1900 году в селе Костенки имелось 5 общественных зданий, церковно-приходская школа, 2 кирпичных завода, 10 витряных, 13 водяных мельниц, ружка, 6 мелочных лавок, 3 винные лавки, 5 чайных лавок. Основные работы были проведены в 1920-1930 годы Петром Ефименко, а в 1940-1960 годах Рогачевым. Проведенные здесь исследования сыграли важную роль в развитии современных методов изучения палеолитических поселений и в понимании того, как были устроены жилища того времени. Позднее при распределении культур по категориям и установлении их взаимодействий были найдены женские изображения и скульптуры. Во второй половине XX века было признано, что во близости Костенок находятся другие объекты, теперь обозначенные от 1 до 21, и Борщево – от 1 до 5. Самыми популярными из них являются 12-й объект и 14-й объект, которые именуются Маркина гора. Более полугода с июля 1942 года по январь 1943 рядом с Костенками пролегла линия фронта, а в селе зверствовали гитлеровцы и мадьяры. Сотни семей лишились крова, многие познали ужас концлагерей. Я зачитаю несколько сводок с этого участка фронта. 687-й стрелковый полк в 5 утра 8 августа сосредоточился в районе переправы. 7-я и 9-я стрелковые роты в 9 утра на подручных средствах переправились на западный берег реки Дон и начали наступление на воздочную окраину села Костенки. Другие подразделения полка переправиться не смогли. Противник из Гремячьего открыл ураганный огонь из шестиствольных минометов и артиллерии. Наступающие роты понесли большие потери, комсостав полностью вышел из строя. Роты смогли продвинуться от берега на 200 метров и залегли. В течение дня противник артиллерийским минометным и пулеметным огнем обстреливал переправу и восточный берег реки. 9 августа в 5 утра после небольшой артподготовки 2-й и 3-й стрелковый батальон 687-го стрелкового полка ворвались в Костенки, заняв восточную окраину села и соединив свой левый фланг со 2-м стрелковым батальоном 745-го стрелкового полка. Было взято в плен 20 солдат противника. При переправе пленных на восточный берег лодка была обстрелена противником. Пленные погибли. Противник 15.00, подтянув резервы, более двух батальонов перешел в контратаку. Контратака была отбита. В 16.00 подразделения 687-го стрелкового полка вновь перешли в наступление. Но под воздействием сильного пулеметного огня противника справа фланга и огня тяжелых минометов из-за врага севернее Рудкина подразделения залегли и окопались. За время боя подразделения полка уничтожили три станковых пулемета противника и одну минометную батарею. Потери полка составили 100 человек раненых, 20 человек убитых. Командир полка, подполковник Богатырев, при обстреле командного пункта полка ранен осколком мины, был эвакуирован в госпиталь. 18.00 на должность командира 687-го стрелкового полка был назначен капитан Тарасов. Судя по сводкам, потери полка с 8.00 по 15.00 составили. Убитые пропало без вести 637 человек, раненые пропало без вести 1422 человека. 19.00 на левом фланге 745-го стрелкового полка, действовавшего на западном берегу, противник сконцентрировал до двух взводов пехоты и пытался атаковать левый фланг 1-го стрелкового батальона. Организованным огнем наших минометов и пулеметов было уничтожено до 20 солдат, остальные в панике бежали. В 14.00 противник пытался возобновить атаку, но был рассеян огнем полковой артиллерии. В дальнейшем на этом направлении противник неоднократно пытался выбить наши части с западного берега реки Дон, но безуспешно. Был занят небольшой плацдарм в районе села Костенки и в период боев с 7 августа по 15 августа 1942 года потери полка составили убитые и пропало без вести 887 человек, ранено 1187 человек. 18.00 января 1943 года село Костенки было полностью освобождено силами 687-го стрелкового полка. На фронт из села ушли 1500 жителей, более 800 из них погибли. В 1981 году в центре села установили памятник погибшим односельчанам. При попытке построить погреб на своем участке житель села Костенки Протопопов в 1949 году обнаружил очередное жилище древних людей. Полностью ранний современный человеческий скелет был извлечен из 14 секций в 1954 году. Он был погребен в плотно сложенном положении в овальной погребальной яме, которая была вырыта через слой золы. Эта культура характеризуется особым типом пространственной организации, представленной большим жилищем, с множеством очагов в линии на продольной оси дома, в окружении подземных зданий, выкопанных до глубины 1 метра. Скелет представляет собой взрослого мужчину от 20 до 25 лет с прочным черепом и небольшим ростом. Несколько камней, костей животных и темно-красный пигмент были найдены в погребальной яме. Основываясь на расположении, в пределах страт скелет может быть датирован ранним верхним палеолитическим периодом. В 2009 году ДНК была извлечена из останков мужского охотника, собирателя из Костенки-12, который жил около 30 тысяч лет до нашей эры и умер в возрасте от 20 до 25 лет. Было установлено, что он был похоронен в овальной яме, в сидячем положении и покрыт красной охрой. В 1960 году археолог Александр Николаевич Аргачев на этом месте предложил открыть музей. Спустя 17 лет, в 1979 году, на стоянке Костенки-11 был создан музей. В центре главного зала музея Костенки находится жилище людей каменного века, которое было построено из костей мамонтов 22 тысячи лет назад. Государственный археологический музей-заповедник Костенки идет в ногу со временем. Особое значение имеют результаты, сделанные в одном из культурных слоев. Остатки современных людей и мамонтов, многочисленные произведения искусства и 10 всемирно известных женских фигур – палеолитическая Венера. Эти открытия посеяли некоторые сомнения в гипотезе официальной археологии, согласно которой Homo sapiens появились в Африке, а затем мигрировали в Западную Европу. Костенки – самый важный археологический памятник, свидетельствующий о существовании высокоразвитой цивилизации в среднем течении Дона в самые старые времена. В 2001 году археологи нашли голову человеческой статуэтки, которая была изготовлена из бивня мамонта. По палеомагнитным измерениям возраст находки составляет порядка 42 тысяч лет. Для сравнения, в Европе древнейшие скульптурные изображения, найденные в Голенберге и Фогельхерде, имеют возраст 32 тысячи лет. В общем-то, теперь ясно, где раньше появился человек разумный. Самой многочисленной по количеству приглашенных гостей стала Международная научно-практическая конференция, прошедшая в 2004 году и посвященная памятной дате – 125-летию открытия палеолита в Костенках. В Костенки приехали исследователи из США, Норвегии, Франции, Италии, Германии, Польши, Бельгии и Украины. В настоящее время в селе Костенки имеются сельскохозяйственные предприятия «Хлебороб», «Петродомус», два крестьянских фермерских хозяйства, ООО «Агрополк» по обработке древесины, средняя школа, детский сад, амбулатория и почтовое отделение. На 2011 год население Костенок составляет 1137 человек. Продолжение следует...